Всем привет, с вами Лиза, вы на канале Border Collie Vlog. У нас тут немножко грязно, я думаю, вообще посади здесь, блин, траву. На повестке дня у нас страховка. Мне очень интересно ваше мнение, я сейчас расскажу, что и как, и почему. Мои за и против, и что я всё-таки пока решила. Дай! Иди сюда! Стой! А пока я рассказываю, я немножко порасчёсываю собачек, потом тору идти. Потому что они линяют, ужасно линяют, кто говорит, что бордера не сыпятся, нагло вам врут. Сыпятся ужасно, я каждый день полисошу, каждый день слой шерсти, так что пора их вычёсывать. Как я говорю, я немножко их чесала, совсем чуть-чуть, но не супер-пуперски. Так что сейчас начнём понемножечку. Так вот, я, если брать ИФовскую страховку, страховку от ИФ, самую дешёвую, она стоит на бордера, мне выдала 12 с чем-то евро в месяц. Плюс 70 евро само, что люди там ходят, ну, сам оплачиваешь первичное 70 евро. Ой, если у тебя там визит выйдет в 100 евро, то 70 евро оплатишь ты, 30 в страховку. Вот так вот. И при этом ты почти 15 евро платишь каждый месяц. Я решила, что для меня, ребят, это невыгодно. У меня, например, сейчас на данный момент 4 собаки. Вообще, через меня прошло... Ну, у меня вообще 6 собак, и самый старший из них это Шелли. Следующий идёт по старшинству, по младшинству после Шелли это Гаврик. И Гаврик это самая болезненная собака у нас, в принципе, с самого детства. И вот он, это единственная собака, на которую у нас ушло, в районе, 2000 евро за лечение. И всё. За 7 лет. То есть можете посчитать, сколько надо было откладывать денег, чтобы, ну, это окупить. Ну, заплатить за это. Сколько бы у нас вышло это... И сколько бы мы за это время оплатили страховку. Так вот. Я решила, что я буду откладывать каждый месяц по 20 евро, потому что, ну, мне надо, мне интересует чисто рентген. Рентген стоит в районе, ну, 100 евро. Сколько я этих рентгенов буду делать? Каждый месяц по одному? Нет. Ну, один, там, в три месяца может быть, там, какая-нибудь травма. И всё. Постоянные визиты, каждый, там, постоянный. Не временно, ну, то есть они оплачивают только неожиданные случаи какие-то. И, ну, блин, мне это невыгодно, совсем невыгодно. То есть это выгодно только в том случае стоять. Если ты платишь, если у тебя собака суперболезненная, и тебе приходится постоянно платить, там, кучу денег каждый месяц. То есть ты ходишь к ветеринару с какими-то экстренными случаями. У меня в таких экстренных случаях за 7 лет не было ни разу. Ну, вот ни разу вообще. Я сейчас, конечно, может быть, себя накаркаю на себя. Я знаю, что Тор 100% получит какую-нибудь травму, и нам придётся делать какую-то фигню. Вряд ли когда-то он получит перелом. Что-то вот у меня одна эта меньше всего. Но я не думаю, что я угроху в него больше, там, 2000 евро и всего такого. То есть если я буду откладывать, там, по 20 евро каждый месяц, то у меня уже будет за год, сука, там, 200 с чем-то евро. И, в принципе, я сама окуплю себе, ну, его лечение. Мне кажется, это намного выгоднее, чем платить страховку, и потом в итоге в 70 евро ты отдаёшь всё равно. Пишите своё мнение, кто вообще, у кого есть страховка на животное, кто сталкивался, кто считает, что ляг, ляг вообще, ляг, мне неудобно, ляг. Жарко ему на солнышке, а мне прям прекрасно. Лежи, не жри меня. Мне нравится ему чесаться. Кто сталкивался со страховкой, и, ну, какое ваше мнение по этому? Мне очень интересно, потому что я раньше животных не страховала. У меня мама страховала Шелли 2 года, и за эти 2 года ей ни разу страховка не понадобилась. А, в принципе, все болезни у собак идут уже после 7-8 лет, когда страховка уже не работает. Ну, то есть они на вас заработали, а потом вы сами уже. Так что как-то я не знаю. Я пока решила не делать, ну, подожду, пока появится какой-то экстренный случай, посмотрю, сколько мне это выйдет по деньгам, и тогда уже буду решать, всё-таки делать страховку мне или не делать. Выгодно мне. То есть я буду откладывать сейчас. Прикрыти. И если, ну, мне в этом будет выгода, если я посчитаю в итоге потом, что мне всё-таки выгоднее было бы сейчас, чтобы у меня была страховка, и всё такое, то вот так вот. Всё. Я своё мнение высказала, страховку брать пока не буду. Да, мне говорят, что 4 собачки занимают очень много места. Смотрите, одна собачка, там вот вторая собачка, тут вот третья собачка, и вот тут четвёртая. А вот так и чё? Здесь сколько ещё? Свободно. Место. То есть собаки не занимают в доме или в квартире много мест, если они правильно, хорошо вымыты. Сегодня у нас было море, они часа 4 сидели ещё и в вольере, уставшие, довольные. Хотя мы ничем особо не занимаем, просто собаки были весь день на природе. Дома. Тешило с вами сходить. Дома. Всё, эти остаются, глазами светят. У меня на телефоне 5%, так что если я не вернусь, то значит меня загрызли в вулки. Хотя у нас вулки тут не водятся. Сейчас к нашей шлангу. Придём. Так, он отключен, интересно? А пойдёмте к этой. Сейчас мы всё по-современному сделаем. Вот так по темноте ходишь. У нас может быть здесь прям фильм ужасов какой-то. Может быть вода здесь есть, подключены шланги, смотрю. О, мы как современные люди. Из краника. Опля, вода есть. Ща, теперь возвращаемся. Но возвращаться всегда проще. Так, проверяем, глаза не светятся, нам вон туда. Идём на свет. Как я говорю, фильмы ужасов. Уйк. Почти дошли. Главное, воду не разлить. И красота. Будем кормить собачек наши. Глаза светятся. Уйк. Дома. Дома. Всё. Пейте водичку. А я пошла вас кормить. Всё, сделала небольшую полу-генеральную уборку. Хоть прибралась. Сейчас будем мазать ему вот этим лапки. И вот он ходит такой, нет, я хочу нафиг гулять. Он уже смылся с кровати один раз. Ап. То. Иди ап. Давай. Ап. Он такой, позапрыгивает, а потом такой, я тут просто буду лежать. Я спрячу все свои лапочки от хвостика. И чё, я добьюсь от тебя. Всё, я сейчас намажу вот этой вот мордилапы. И мы пойдём наконец-то спать. А то завтра рано вставать. Да, надо лапы мазать. А то смотрите, у него ах, я не знаю, пока темно. Не фокусируется. Короче, у него не фокусируется ни хрена. Слишком темно у меня в комнате. Лапки у него, видите, немножко в трещинах. Сейчас много особенно двигаются и вообще все начали. треск отца. Надо вот мазать. Очень классная у Тауру линейка вот этих всех. Они на маслах, но они стоят, блин, 30 евро. Это очень дорого. Так что мажемся подешевле. Дома. Ить. Красота. Птички поют. Дверку закрыли. Такой, а я? Сейчас пойдём. У меня полноценный блок. У меня так и не получается заснять. За день не происходит столько всего интересного, чтобы вам заснять. Сейчас будем делать тренировочку. Бум. И потом надо собрать... Я же открыла дверь. Блин, сейчас, ещё разочек. Короче, пока расскажу. Надо танец ещё собрать кусочками и соединить всё это вместе, чтобы отправить тренеру на рассмотрение, чтобы она сказала, где что ещё добавить, где оставить и всё такое. Ну, по сути дела, я вам уже более конкретно расскажу попозже. Так, для бегового бума нам понадобится вот такая доска. Обычная, деревянная. Сверху какая-то хрень, которая не скользит. От неё до мишеньки должно быть восемь шагов. Три, четыре, пять, шесть, семь. Семь это минимум. Я ставлю восемь. Так. И от вот этой доски у нас идёт вот такой коврик. Я ложу его вот этой стороной, мне, потому что она меньше скользит. Вот эта больше скользит. Так. Да-дам. Немножко это распрямляем. В принципе, для Тора не мешает. И вот так ставим. Задача Тора попаясь задними лапами по этой мишени. Сейчас я его немножко напомню, потому что он начал косячить. И всё. Мы сейчас начали делать, наконец-то, целый бум. Наконец-то. И он начал косячить. Он вообще не замечает мишень. Но я думаю, это временно, потому что на половину бума он замечает, а на полном буме только начал. И он такой... Он пока бежит, уже забыл, что там бум. Так что вот так. Но я думаю, через месяцок он поймёт, потому что это вот первый этап полного бума – это самое долгое. Тор, вылези из воды! Он залез в воду. Так, поставила вам чуть-чуть повыше. Не копай там, пожалуйста! Я вам покажу, как это всё сейчас будет выглядеть. В принципе, кто давно на моём канале, я много в последнее время таких видосиков снимала, потому что мне интересен прогресс. Сейчас я считаю, сколько он попадает. Пойдём. Для меня главная здесь – это статистика. Насколько хорошо он попадает, насколько у него есть вообще понимание, что он делает, что это не просто так. Бум. Видите, сейчас просто хренью страдает. Тор. Видите, непонимание. Иди сюда, подойди. Умничка, супер! То есть я просто хочу вам напомнить, потому что завтра уже тренировка, завтра будем снова бегать. Я вот сейчас побегаю два раза, ещё вечером сделаю один раз, если я до темноты, в принципе, должна успеть. Супер! Умничка! А, сейчас мы в другую сторону только делаем. На. И знаете, сейчас на тренировках пошла такая фигня. Бум. Что он начал на меня зырить. Очень много. У нас первое соревнование, а мы такие, а он бежит, чтобы сделать тик-тик впереди, он на меня поворачивается и смотрит. Из-за этого, когда он добегает уже до барьера, конечно, он поворачивается, барьер перед ним, он такой... О, резко, быстро прыгать, куда прыгать, зачем? То есть вообще без понимания. Такой бред. Так что не знаю. Дурачок. Не знаю, как мы пойдём на соревнования, но на соревнования пойдём, как мы выступим, я не знаю. Ну посмотрим, может включится. Тор, давай работать. Так-так. Так-так. Тор. Так-так. Бум. Так-так. Так-так. Бум. 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 Хорошо. Сейчас я поставлю чуть-чуть крыло, крыло немножко подальше. у него заворот его, блин, слишком большой. Бум. 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 Видите, зырит. Сейчас даже зырит. Иди сюда. Так-так. Бум. Зачем он на меня смотрит? Умничка, браво. Ты молодец попал. Он попал. Он на меня зырил. Зачем? Так-так. Бум. 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 Так. Так-так. Бум. Что такое? Так-так. Бум. Вот сейчас крыло не тогда. Иди сюда. Бум. А-а, вот так еще хуже. Обойди. Айдю! Бум. Умничка, супер, круто. Вообще офигенный пес. Видите, мне не нравится, что он на меня смотрит. Прямо бесит. Да, бесит. Ты меня бесишь. Шлядкий мой. Сейчас в другую сторону. Бум. Умничка, класс. Вообще умничка. Суперский пес. Пойдем. Ты молодец. Бум. Вот это было сейчас переднее. Я когда не вижу, что он попал, не попал, значит переднее. Бум. Еще и дала еды. Иди сюда. Ти-ти-тик. Бум. Переднее опять. Доброва, умничка. Суперский пес. Пойдем. Ты молодец. Бум. Хорошо. Одна лапа задняя. Ты сладкий. Умничка. Сейчас еще разок. И будем фаню брать. Ти-тик. Бум. Не попал. Иди сюда. Ти-тик. Бум. А сейчас я его глазами выпихну. Ти-тик. Ти-тик. Бум. Избегает. Сранец. Бум. Умничка. Браво. Супер. Круто. Очень круто. Очень классно. Иди сюда. Иди сюда. Такой сладкий. Давай сделаем полностью. Ти-тик. Бум. Умничка. Все. Хватит. Одна лапа. Высоко. Не очень красиво. Афиг. Ладно. Закончим пока на этом. Идеальных. Прям суперидеальных у него мало. Так. Достала Фанни. Сейчас Фанни чисто. Покажу, где она попадает, не попадает. Все, а то затянется видео, неинтересно будет. Тут больше интересно Тора, чем Фанни. Да? 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 Да! Ти-тик! Тик-тик! Бум! Ага, скажи, интересно Тор, чем Фанни. Фанни, блин, козел. Бум! Готово? Пойдем? Доела? Бум-бум-бум! Очень высоко она попала. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум очень красиво. Всё. С эту сторону хватит. Умничка, Фанюха. Супер. Фанюха, супер-пумер. Сейчас в другую сторону. Фанни, конечно, результат лучше, потому что она и длинный бум она уже делала в прошлом году. И вот сейчас она начала его снова делать. Я надеюсь, мы за лето его поднимем полностью. Я на это очень надеюсь. Фанни, обойди. Обойди. Фанни. Фанни. Бум. Мне главное откликивать и то, что реально надо. Она очень быстро включается. Фанни. Тик-тик. Бум. Хорошо. Молодчина. Пойдём. Фанни. Тик-тик. Бум. 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 Вот такое даже вообще нет. В ноль. Просто в ноль. Нет. И всё. Бум. 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 Попробую еду сразу. Иди сюда. Тик-тик-тик. Так-так. Бум-бум-бум. Ну, бум. Не, она хочет, чтобы я с ней бежала вообще. Засранка. Ты засранка. Тик-тик. Бум-бум-бум. Не, даже в этой машинке ей помогает. У. 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 Иди сюда. Иди сюда, Фанни. Ладно, что, пробегусь. Тик-тик. Бум. Всё. С ней хватит. Я с ней по 3-4 раза делаю. И всё. И подход у неё обычно один. Да. Сайт. Поклон. Обойди. Стоп. Поклон. Поклон. Да. Окей, обойди. Сайт. Так. Сайт. Сайт. Поклон. Поклон. Сайт. Сайт. Тик-тик. Так-так. Так-так. Вось. 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 Обойди. Обойди. Домик. Спина. Спина. Выйди. Бэк. 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 Стоп. Молодец. Я буду использовать пока вместо этой коробки стульчик, потому что мне коробку жалко ломать. Зайка. Ждём. Зайка. Зайка. Окей. Вось. Вось. Мячик. Бокс. 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 Да. Класс. Супер. Обойди. Обойди. Стоп. Обойди. Стоп. Лапки. Ай. Фу. Стыдно. Лапки. Стыдно. Да нет. Лапки. Лапки. Стыдно. 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 Да ёпара. Сатэр. Вот бери. Тело своё. Стыдно. Да. Молодец. И. Фронт. Назад. Фронт. Иди сюда. Стой. Назад. 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 Поклон. Поклон. Иди сюда. Иди сюда. На. На. Поклон. Поклон. Да. Назад. 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 Стоп. Поклон. Тик-тик. Хоп-хоп-хоп. Хорошо. Тор. Ляг. Обойди. Конь. 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 Супер. Хромай. 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 Да. Вот. Умри. Окей. Обойди. Сядь. Сидеть. Сидь. Назад. Сидь. 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 Сидь Сюда! Давай-давай-давай! Супер! Айчик! Руга! Пипец! Уцеляне! Окей! Короче, мы без приключений не можем. Вон там вот, вот это вот, где-то лежит ужик. Не знаю, живой-неживой, но он там лежит. Это мы его сейчас скинули сверху. Он забрался с нам в вещи, лежал на вещах, забрался на стиралку. Короче, мужики его там выкинули. Ну, получилось только вот так, что через балкон и во второго этажа, в первый вот так вот скинуть. Ну, потому что через весь дом нести, этого ловить было. Сделали как могли. Первый раз такое. Может, подойду, посмотрю, что с ним. Живой-неживой. Может, все-таки долбанулся и помер. Жалко было бы, если помер, но все-таки. Собак пока не выпускаю. Хотела их в вольер выпустить. Похоже на живого. Но тревожить не будем. Пусть отогревается. Так. Посидели у меня собачки в вольере. Часа два с половиной, наверное, три. Не могу сказать точно. Вообще тихо сидели, не слышали. Потому что здесь люди вот ходят рядышком. Они вообще не лаяли. Умнички прямо. Паня сейчас дрожит. Но я в нее надела костюм, потому что ветер холодный. Ждать. Ждать. Сейчас попробуем. Ждать. Сейчас попробуем нормально выйти. Ждать. Шелли. Шелли. Куда? Фани. Фани, вернись. Фани. Иди сюда. Фани. 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 Иди сюда. Два раза ее упустила. Блин. Лео. Фани. Вот. Все. Собираем мисочки. У меня сегодня здесь завтракали. Почти в три часа дня. Блин. Ой. Нет. Не в три. В два. Я тут все до сих пор не собрала шерсть, которая валяется. Ой. Мисочки, мисочки. Все. Миски есть. Вот это, конечно, надо прибрать. Что-то птички разнесут, заберут. Но остальное надо будет собрать. Потому что в газонокосилка, вот если это покосить потом в газонокосилку, то ей пипец будет. Вот так. Надо еще травку заказать, засыпать. А тут у нас в вольере такая все земля, земля. То есть здесь они ходят в туалет, здесь нет земли. Ой. Здесь есть трава. А там, где они бегают, носятся, тут все просто перекопано. Спасибо.